Здравствуйте! Понедельник, 10 февраля. И с вами, как всегда в это время, на телеканале РТВ программа Курзумского телевидения «Взгляд из Венспилса». События, люди, мнения в студии Олеся Пшененко. Сегодня вы узнаете о том, что на заседании парламентской комиссии по административно-территориальной реформе побывали представители Венспилской городской думы и думы Венспилского края. Вместе с нами вы также пройдетесь по рыночным рядам, где в минувшую субботу состоялся День сала. Эти и другие новости города Венспилса в нашем сегодняшнем выпуске. В заседании комиссии Сейма по административно-территориальной реформе, которая проходила в конце прошлой недели в Риге, приняли участие представители Венспилской Краевой думы и Венспилской городской думы, поскольку эти две стороны считают неприемлемым объединение и не согласны с административно-территориальной реформой. Венспилское самоуправление считает, что в результате этого Венспилс теряет статус города республиканского значения. Объясните, чем отличаются эти пять республиканских городов? Почему Дагу, Пилс, Резак, Нейли и Пай – это одно, а Елгава и Венспилс – это другое? Но я слышал, что это эксперимент министерства. А что это за эксперимент? А мне ответили, что это было решение правительства. А что же Министерство охраны окружающей среды и регионального развития? Это и есть правительство. Объясните, почему эти три города не взяты в эксперимент? А мы взяты. Но ответ мы не получили. Венспилское самоуправление подготовило несколько вопросов к представителям Министерства охраны окружающей среды и регионального развития, на которые не были получены ответы. Например, что будет с коммунальными платежами в результате слияния, поскольку существует риск того, что цены могут резко возрасти. Также венспилское самоуправление в этом случае теряет свою идентичность, и у самоуправления не будет возможности по привлечению средств. Подчеркивается, что министерство ранее не проводило никаких исследований о последствиях слияния. В комиссии также приняли участие активные жители города Венспилс, в том числе предпринимательница Агнеса. В большей степени это политическое решение. Но я надеюсь, что реальная жизнь все поправит. В реальной жизни деньги в бюджете не появляются, и дотации не появляются откуда-то с мистической планеты. Их платят предприниматели и предприятия. И это те, кто платит зарплату этим депутатам. И поэтому им нужно прислушиваться к мнению предпринимателей, потому что именно они и есть их реальные работодатели. То, что объединение – это политическое решение, подчеркивают и в Думе Венспилского края. Только в этой борьбе пострадают больше всего и жители города, и жители края. У министерства нет никаких аргументов по поводу того, что Дума Венспилского края не выполняет какие-то возложенные на нее функции самоуправления. Или же, что Краевая Дума не обеспечивает какого-либо обслуживания населения, или что она это делает плохо. Если вы думаете о долгосрочном развитии, необходимо все проанализировать и оценить эту модель, что, возможно, в долгосрочном развитии, может быть, лучше было бы, чтобы города были самостоятельными. Потому что мы хотим, чтобы государство развивалось, а не создавать такую модель, при которой достигаются какие-то политические цели. Но это не развивает страну. Но ваше решение, дорогие депутаты, для Края – это смертельный приговор, а для города – это остановка его развития. Одним из аргументов в пользу объединения города и края была плотность населения региона. Хотя Айвер Муцинекс говорит, что 72% территории Венспилского края составляют леса и болота. Существует также риск того, что реформа может привести к сокращению сельского населения края. Это представительство края, которое будет непропорционально меньше. И ясно, что у жителей края после объединения с городом не будет возможности отстаивать свои интересы. Нет оснований поддерживать сразу два самоуправления в одном городе, которые выполняют одни и те же функции. И, во-вторых, эта модель, которую предлагает правительство, ясно показывает, что в долгосрочном развитии даст возможность лучше работать в будущем всему региону. Выслушав все предложения, подготовленные представителями Венспилского края и Венспилской городской думы, депутаты проголосовали за объединение Венспилса с краем. Аргументы так и не были приняты во внимание. И после более чем двухчасового обсуждения члены Сейма решили поддержать модель, предложенную Министерством охраны окружающей среды и регионального развития. Сегодня своими мыслями по поводу встречи, которая состоялась в пятницу в Риге, поделился председатель Думы Венспилского края Айвар Мутенекс. Хотелось бы проинформировать наших жителей о том, как прошло заседание комиссии в прошлую пятницу. Для того, чтобы жители знали, какое отношение у депутатов Сейма, особенно у тех, которые были выбраны в комиссии от Курзема. Какие у них интересы, какие были у нас аргументы и что происходило на заседании. Наши аргументы не были взяты во внимание, и комиссия действовала по политическому сговору. И я думаю, что голосование это продемонстрировало. Модель территориальной реформы, предложенная министром Юрисом Пуца в течение нескольких месяцев, претерпевала различные изменения. Но Венспилс и край так и не смогли добиться для себя какого-либо положительного решения. Если смотреть на крупные города, то Венспилс и Илгава – это города, которые хотят объединить с краями. В этот раз Илгава не была представлена на заседании комиссии. Но когда они будут, то посмотрим, какое голосование у них будет. Но если Венспилс останется единственным, кто должен объединиться, тогда мы точно поймем, почему только Венспилс. Коалиция договорилась, и она пытается уменьшить влияние Лембергса на следующих выборах в самоуправлении Венспилса. Однако, как подчеркивает Айвар Мутенекс, этот расчет может оказаться ошибочным, поскольку председатель Венспилской городской думы также достаточно популярен и среди жителей края. Модель административно-территориальной реформы будет еще рассматриваться в СЭМе во втором и третьем чтении, и руководство Венспилского края не планирует сдаваться. Я слышал, что Икшкелы собираются подавать в Конституционный суд. Лимбежи и Саукрасты тоже не согласны. И я думаю, что пока комиссия СЭМа встретится со всеми самоуправлениями, после этого появится еще недовольное самоуправление. Обратиться в Конституционный суд можно будет только тогда, когда этот закон о реформе будет принят. И развитие основных событий можно ожидать еще до начала лета. Первый рабочий день этой недели в нашем городе начался с сильных порывов ветра. Капитан Венспилского порта Гуннер Трукшанс сообщил, что в порту не обнаружено никаких повреждений или несчастных случаев, и работа в порту не нарушена. Самые сильные порывы ветра были зафиксированы около полуночи, где скорость ветра составляла 25 метров в секунду. В самоуправлении Венспилса также сообщили, что в городе не было обнаружено каких-либо повреждений или сломанных деревьев. Порывы ветра в течение всего дня в Венспилсе будут еще наблюдаться, но их усиление не прогнозируется. Несмотря на это, жители просят сообщать о повреждениях или несчастных случаях по телефону 63-624-269 в рабочее время или же в любое время суток на предприятие «Галантос» по телефону 264-79-639. На прошедших выходных в субботу Венспилс собрал не только любителей и поклонников такого продукта, как сало, но и тех, кто всю жизнь собирает и сохраняет старинные рецепты, и затем по этим рецептам создает своими руками этот продукт. Как рассказал нам руководитель Венспилского украинского общества Кобзарь Мария Антонова, это уже пятый юбилейный день сала, который благодаря поддержке Венспилской городской думы и управлению Венспилского свободного порта проводятся у нас в городе. В этом году к нам приехали гости из разных регионов Латвии – Резакна, Салдуса, Угала. Все они привезли продукцию высшего качества. И у каждого из участников свой способ приготовления сала. Украинцы стоят один и много-много рецептов, но больше всего мне нравится сало, вымоченное в ропе. Это природный соленый источник. Солвета со своими близкими уже второй год приезжает из Латгали в Венспилс на день сала. По ее словам, им так понравилось в прошлом году, что они, не задумываясь, преодолели большое расстояние и приехали себя показать и на других посмотреть. Особенно их удивляет и радует тот факт, что День Сала так популярен в нашем городе. Мы не могли не расспросить у Солветы, по каким рецептам они в Резакне готовили сало к празднику. Очень много народа. И мне тоже нравится, что у вас такой хороший праздник удался. И рецепт у нас старинный. Как бабушка солила шпеку. Соль, перец, лавровые листы. Ну и, конечно, любовь. На Дне Сала много участников было из Венспилса и Венспилского края, которые представили свою продукцию. Особенно впечатлили картины из сала и скульптуры. Белорусское общество из этого продукта создало целое подворье с домиком и огородом. Белорусский ансамбль «Журовинка», который мы даже представляем, сделали очень оригинальную композицию. Вот можете посмотреть, там домик с технологиями. Даже дым идет и свет горит. Надо там не рассказать, нанотехнологии у вас там. Да, да, да. Расскажите, а дома кушаете? Есть свои рецепты приготовления? Да. Вот у нас одна из участниц, она как раз и засаливала это сало от белорусского дворика. Советую попробовать, очень вкусное. Надо у нее рецепт брать обязательно. С прослойками оно и с чесноком, и с прослойками очень вкусное сало получается. Она всегда нас угощает своим салом. Расскажите, а есть какие-то специальные рецепты у вас? Да. У меня знакомый старый украинец дедушка, старый. Я его едва уговорила, чтобы он еще второй год мне делал сало. Он умеет, секрет не выдает. Ну, я и не спрашиваю. И я вам скажу так, сало, пузо и никакой коновирус нам не страшен. Вперед! В этом году праздник получился душевным, веселым, озорным и вкусным. И людей на рыночной площади было много. Приходили сюда семьями, пели, танцевали, узнавали новые для себя рецепты и общались. Этот праздник полюбился венспелсчанам. И каждый год и участников, и посетителей становится все больше и больше. На прошедших выходных состоялось первое в этом году занятие Школы юных переводчиков, которое Венспольская высшая школа в сотрудничестве с Управлением образования проводит в нашем городе. Такие занятия будут проходить в Венспольской высшей школе раз в месяц. Я хочу изучить испанский, потому что я уже знаю английский, латышский и русский. А дальше уже посмотрим, время покажет. Я хочу, чтобы я имела очень много владения разных языков, потому что каждый язык открывает новые возможности. Это отлично, это носитель языка, и мы в глубину всего языка видим красоту языка. Это очень хорошо, и поэтому мы здесь. Агата приехала в Венспольс-школу юных переводчиков из Риги, и расстояние ее не пугает. Ведь девушка точно знает, кем она хочет стать в будущем и что для этого нужно сделать. Я в прошлом году участвовала в Олимпиаде и выиграла возможность поучиться здесь, в высшей школе. И эти курсы, я думаю, хорошее начало для того, чтобы познакомиться поближе с высшей школой, как здесь все работает. Я с удовольствием занимаюсь переводами как книг, так и стихотворений, и тоже сама пишу. Ребята, которые пришли на занятия в школу юных переводчиков, интересуются иностранными языками. Они хотят не только освоить язык, грамматику, попрактиковать свои навыки общения на другом языке. Также им интересно узнать о стране, традициях и культуре изучаемого языка. Педагог по испанскому языку уже несколько лет живет в Латвии и считает, что нашим молодым людям эти знания обязательно пригодятся в будущем. Да, я думаю, что нам нужно больше общения между странами, между культурами. И перевод – это базовый аспект этого общения. Перевод текстов, интерпретации международных ситуаций, переводы на международных конференциях, также в различных бюрократических ситуациях, в оформлении бумаг, в развлекательных программах, в ситуациях на встречах, в обмене опытом между странами. Да, это очень важно. По словам Рафаэля, он постарается сделать эти занятия интересными и продуктивными, ведь их не очень много, а объем работы большой. И его главная задача – познакомить ребят с основами профессии переводчика. Этой весной состоятся четыре занятия, и их финансирует Венцфиллская городская дума. На сегодня это были все новости. Я прощаюсь с вами. До завтра.